Здравствуйте! Это программа «Крым сегодня» и сегодня в эфире Черноморская телерадиокомпания. Мы будем говорить с Анной Андреевской, крымской журналисткой о терроризме и экстремизме. Говорим мы сегодня с вами о том, что в федеральный перечень террористов и экстремистов России попали 22 крымчанина. Среди них это крымские политзаключенные, журналисты, общественные деятели и вы. Расскажите нам, почему именно вас внесли в этот список? Что вы такое сделали, что вас удостоили такой чести? Ну, почему меня туда внесли, это нужно, наверное, спросить у тех, кто туда вносил. Но самое логичное предположение, почему это произошло, связано с тем, что в марте 2015 года я узнала, что являюсь фигуранткой уголовного дела, открытого Крымским управлением ФСБ, по факту моей публикации в Центре журналистских расследований о волонтерах батальона «Крым». Это уголовное дело было возбуждено по статье 281 Уголовного кодекса России «Сепаратизм». Мы знаем, что списки сепаратистов, террористов, экстремистов в России составляются на основании того, что туда попадают все фигуранты каких-либо уголовных дел, связанных с преступлениями экстремистской направленности. Это целый перечень таких уголовных статей, по которым сегодня привлекают к уголовной ответственности всех крымчан, которые не согласны с российской аннексией Крыма. Что вам грозит теперь? Ну, изначально по той статье, по которой было возбуждено уголовное дело, мне грозит до пяти лет лишения свободы в России. И сейчас здесь тем, что моя фамилия внесена в перечень террористов, это ограничение на все финансовые услуги, потому что этот перечень формировался в федеральной службе по финансовому мониторингу. То есть теперь мне недоступны никакие финансовые операции в Крыму. То есть там не банковское обслуживание... В Крыму, а в Российской Федерации. Или в Российской Федерации, да. Ну, для меня это, в принципе, не является угрозой прямой, потому что я нахожусь на материковой части Украины. И я не планировала никаких финансовых операций в Крыму, да, потому что я там не живу уже долго и не планирую туда возвращаться. Но те крымчане, которые остаются там, тот же Николай Семена, который тоже фигурирует в этом списке, вот у них большие проблемы, потому что они даже по большому счету не могут снять свои там зарплаты, пенсии, потому что для этого им приходится сейчас там выстаивать в очередях, получать разрешение из банков на то, чтобы снять не более 10 тысяч рублей. Это как бы достаточно небольшая сумма. А кого еще внесли в этот список, вы знаете, и за что? Ну, я видела из того, что я смотрела, я видела, что там есть лидеры Меджлиса, потому что, опять-таки, Рефат Чубаров и Льми Умеров там фигурируют, они тоже являются фигурантами уголовных дел. Ну, по той же самой статье, что и у меня, это сепаратизм. И поэтому, собственно, ну, на самом деле это больше политические списки, потому что те уголовные дела, которые были возбуждены, их сложно назвать как-то вот юридически мотивированными. Это признали и российские правозащитники, и адвокаты, и украинские правозащитники, адвокаты. То есть не нашли они такого вот обоснования, по которому можно было бы вообще эти дела возбуждать в отношении нас, так как мы граждане Украины, но Россия считает нас своими гражданами по факту российской аннексии, по признаку места нашей регистрации. И таким образом навязывает нам свой уголовный кодекс. Ну, это противоречит, естественно, всем международным нормам. 24 июня Госдума приняла во втором и третьем чтении антитеррористический пакет, который был внесен депутатом Ириной Яровой и сенатором Виктором Озеровым. Вот пакет Яровой, он касается десятка российских законов, и те нововведения, которые были приняты, они таким серьезнейшим образом отражаются и будут отражаться на жителях Российской Федерации и оккупированных ею территориях. Вот почему это плохо, давайте посмотрим в материале наших коллег из настоящего времени. Операторов сотовой связи обязали хранить информацию о звонках и смс-сообщениях своих абонентов. Полгода придется хранить весь трафик. Это значит сплошные убытки. Связь подорожает, развитие новых сетей пятого поколения в России придется отложить. Кировая поставила мучительный выбор. Попасть в тюрьму за недонесением или настучать на невинных. В сетях вы возмущаетесь и пишите, давайте выйдем, спасем наш парк. А это склонение к массовым беспорядкам от 5 до 10 лет. С 20 июля 2016 года не сообщение о преступлении станет тоже уголовно наказуемым. До одного года лишение свободы грозит тем людям, которые не сообщат властям о том, что готовится какой-то, например, террористический акт или какая-то акция. Призывы к терроризму и экстремизму, его оправдание в интернете, приравняли к аналогичным заявлениям, которые совершаются с помощью СМИ. И вот максимальное наказание это 7 лет лишения свободы. Национальный союз журналистов Украины призвал российские власти позволить крымскому журналисту, о котором мы сегодня говорили, Николаю Семине, которого преследует ФСБ, выехать с территории Российской Федерации. Вот как вы считаете, российские власти, они позволят сделать это крымскому журналисту или нет? Ну, очевидно, что нет. Если бы они хотели позволить ему выехать из Крыма, они бы просто не давали ему подписку о невыезде. Потому что та же самая ситуация была и с нами, с крымскими журналистами и другими, которые выезжали из Крыма. Собственно, мы подозревали, что могут быть какие-то акции на границе, например, на условные админграницы. Когда мы выезжали, что могут не выпустить самооборона или ФСБ или кто-то еще. Но нас выпустили. И мы подозреваем, что выпустили нас только потому, что дали нам возможность уехать. Только потому, что мы, общаясь друг с другом, в том числе по телефонам, которые были на прослушке, мы говорили о том, что мы не собираемся оставаться в Крыму в оккупации. Возможно, нам дали выехать, но не дали потом вернуться. То есть сейчас все эти уголовные преследования, которые есть, на мой взгляд, они открыты только с одной целью, чтобы не дать нам возможности вернуться в Крым. Потому что, если бы нас хотели посадить, я думаю, нас бы нашли бы и в Украине. Это сейчас не проблема для российских спецслужб. Что касается Николая Семены, он находится на подписке о невыезде. Я думаю, что на нем будут откатывать эту статью 280-ю, сепаратизм, потому что не смогли ее откатать на нас. То есть за два года, пока Крым находится в оккупации, по этой статье было возбуждено уже пять уголовных дел. Из них три в отношении журналистов. А вот Николай Семена один из них. Поэтому вот тех людей, которые выехали, находятся на материке, до них невозможно дотянуться. Вот мы находимся здесь. Он находится там, и я очень опасаюсь того, что реально на нем могут эту статью просто откатать по полной программе. Хорошо, если это получится какой-то условный срок. Но хуже, если это будет реальный срок. Да, сегодня журналистские организации, украинские, обращаются, просят дать ему возможность выехать. Но это скорее, я рассматриваю, как более такой ход солидарности, акция солидарности с коллегой, который попал в такую ситуацию, который стал заложником. Но я не уверена, я даже уверена, вернее, что это не подействует. А вот после принятия этого пакета законов вообще журналистской деятельностью в Крыму можно будет заниматься или нет? То есть это реально? По-моему, после этого пакета просто ничем уже нельзя будет там заниматься. Потому что, ну, очевидно, что когда пакетом Яровой людей обязывают сохранять и, ну, сохранять всю базу информации, которая передается через интернет, то мы видим, это очевидно, что пытаются таким образом отрезать связи крымчан с материковой Украиной. Потому что когда после того, как украинские операторы ушли из Крыма, мобильные, то есть мобильной связи с Крымом нет. И поэтому большинство людей, которые общаются друг с другом, крымчане с материком, это все-таки интернет. Сейчас хотят таким образом отсечь эту возможность, потому что, ну, действительно, если вся информация, вся переписка будет сохраняться полгода в определенных ведомствах, ну, это получается, что ты общаешься, да, публично. То есть это уже не приватные переписки, это уже не приватные разговоры. Вот, поэтому, конечно же, с 20 июля нужно как-то вот усовершенствовать свои методы коммуникации с Крымом, искать какие-то пути, чтобы обходить то, что есть. На прошлой неделе наш украинский боксер Александр Усик вот шокировал украинцев своим заявлением. Давайте посмотрим видео. Крым – это мой дом. Я очень его люблю. Я там родился, там родились мои дети. Крым – это Украина? Крым – это Крым. Вот вы как-то можете объяснить смену такой риторики? Я бы не назвала это сменой риторики. Я, честно говоря, удивляюсь тем, кто, кого это заявление повергает в шок, или кто говорит, что Усик – сепаратист. Усик не сказал, что Крым – это Россия. И мы просто должны понимать, что заявление Усика, у которого там остаются его имущества, его родственники, которому нужно туда ездить, который еще не оборвал связи с Крымом, если он заявит о том, что Крым – это Украина, ему грозит до 5 лет лишения свободы. То есть упрекать человека просто за то, что он не хочет в тюрьму российскую, ну как-то это не совсем, это глупо. Здесь в данном случае Усик действительно пытался как-то лавировать в этой ситуации, но выхода у него просто другого нет. Ну, я говорю, что человека нельзя считать сепаратистом до тех пор, пока он не сказал, что Крым – это Россия. Так, и 14 июня президент Петр Порошенко на научно-практической конференции «Уроки гибридной войны. Военные аспекты» в Генштабе заявил, что Украина должна подготовить инфраструктуру, чтобы в случае агрессии России она могла развернуть партизанское движение. Вот как эту новость прокомментировали и подали на крымском телеканале, телеканал «Крым». Слабоумие и отвага Петр Порошенко поручил подготовить инфраструктуру и материально-техническую базу для того, чтобы оперативно развернуть в стране партизанское движение для войны с Россией. Об этом сообщает сайт украинского президента. В ряды партизан, скорее всего, планируют привлекать военнослужащих в ССУ и карателей из частных батальонов. Для реализации этой идеи в стране с разрушенной экономикой Порошенко намерен оптимизировать работу оборонных предприятий и запустить производство новейших вооружений. Лидер Киевской хунты поручил составить проекты решений, вынести их на заседание СНБУ Украины и передать на рассмотрение Кабмина. В социальных сетях и в бытовых разговорах почему-то всегда слышится, и ты слышишь такой негативный комментарий в сторону тех людей, украинцев, которые едут отдыхать в Крым. А вот что по этому поводу сказал Геннадий Афанасьев, мы сейчас посмотрим. Я сказал бы, что они молодцы, потому что это ни для кого не секрет, что в Крыму очень много проблем, которые появились через неправильный выбор людей, которые там проживали, неправильную, через дезинформацию. Я вам приведу пример, который я вижу в Севастополе. Это бигборды перед 16 березня, перед референдумом. Это была карта Украины черного кольора, а посередине была черная свастика. И из них был подпис. Фашизм идет к Крыму, защитить его. Вы понимаете, какая это пропаганда. Это черная пропаганда. Это не достанет жодного человека. И люди не мали украинского телебачения. Они боялись, они сделали помилку. Но они граждане Украины. Им нужна помощь. Каждый украинец, который приезжает туда, он показывает тому населению, он рассказывает, как на Донбассе, как они живут, какие изменения. Я тоже могу спросить каждого украинца, что бы вы сделали, когда вы прикидаете, а две люди в полном обладании, с автоматами, патрули на каждой улице. Что вы сделаете? Вы же не пойдете на них с голыми руками. Кричите, я украинец. Кто мог, тот поехал. А кто не мог поехать, то он остался. С хворыми, с детьми, с вагидными дружинами. Вы не залишились. То вы согласны с Геннадием? Он, кстати, тоже попал в список. Я не согласна. Пожалуй, я не соглашусь, потому что изначально, когда я уехала из Крыма, я для себя решила, что отдыхать я туда не поеду. То есть туда я еще имела возможность вернуться, пока не стала фигуранткой уголовного дела. И я сама, ну, если бы я даже могла поехать в Крым, я бы не поехала туда отдыхать. Я отговариваю своих знакомых, потому что отдыхать в Крыму, это поддерживать финансового оккупанта. Для того, чтобы, ну, Геннадий Афанасьев говорит о том, что, как один из плюсов, это то, что люди ездят и обмениваются информацией. На самом деле обмениваться информацией можно не только путем отдыха в Крыму. То есть можно поехать любыми другими, с любыми другими целями и рассказывать крымчанам о том, что происходит в Украине. Другое дело, доходит ли эта информация до тех, кому мы хотим ее донести. Потому что те крымчане, которые поддерживают Россию, которые поддерживали аннексию, они вряд ли будут прислушиваться к аргументам о том, что в Украине там что-то где-то лучше, чем в Крыму. Для них это непринятнее аргументы. Для них это равносильно тому, чтобы признать, что они совершили ошибку. Никогда они этого не признают. И поэтому я не могу согласиться с теми, кто едут отдыхать в Крым, потому что это их родина и так далее. А что делать тем людям, у которых там остались родственники? Ну, естественно, нужно ездить к родственникам, нужно проведать. Это очень важно. Но опять-таки популяризировать Крым как место отдыха для жителей материковой Украины, это неправильно. Я даже знаю, что, например, в Днепре расклеено очень много объявлений о том, с пропагандой, с рекламой крымских курортов, с перевозками в Крым, с перевозками в Донбасс, в Москву. И местные активисты уже просто там задолбались обчищать этот город от этих всех объявлений. Они просто проводят акции и снимают их. Но они появляются снова. Ну, люди просто этим недовольны, они возмущены тем, что такое происходит. Ну, действительно, у нас оккупировали Крым, а мы едем туда отдыхать. Но это как-то совсем нелогично и неправильно, на мой взгляд. Хорошо, а как мы можем бороться с такой пропагандой, вот с такой пропагандой, которую мы видели в сюжете крымского телеканала? Мы можем... Мы можем ее как-то перебить? Ну, как сказать, я не думаю, что у нас будут такие возможности, чтобы перебить пропаганду России, потому что там очень большое финансирование, очень большие возможности. Наша задача, естественно, разъяснять. Наша задача брать такие сюжеты и показывать, и разъяснять, как на самом деле. И потому что, ну, правду говорят, что лучшая пропаганда — это правда. Лучшая контрпропаганда — это правда. И поэтому я думаю, что те крымчане, которые хотят знать правду, они ее узнают от нас в том числе. Те, кто не хотят, ну, смысл им доказывать. То есть их просто... Они будут учиться тогда из жизни. И те люди, которые не учатся на чужих ошибках, учатся на своих. И я знаю, что сегодня многие крымчане меняют действительно свое отношение к происходящему, потому что они видят, что жизнь, их реальная жизнь не такая, как показывают на российском телевидении в Крыму. Хорошо, давайте мы на этом закончим. Огромное спасибо, что вы сегодня были с нами. Это была программа «Крым сегодня». В гостях у нас была Анна Андреевская, крымская журналистка. Я желаю вам хорошего дня. Увидимся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Крымский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...